Купили новую классную пару джинсов. Как следует их разнашивать? То, как вы начнёте носить новые джинсы, определит их судьбу. Или это будут джинсы, которые отлично выглядят годами, или износятся за несколько месяцев. С вами Томас на канале Realman Real Style. В сегодняшнем видео я покажу вам, как правильно разнашивать новые джинсы. Прежде чем мы начнём, есть два основных типа джинсов, которые вы увидите. Необработанные и потёртые. Потёртый доним мягче на ощупь, и он уже разношен. Ничего особенного с такими джинсами делать не нужно, поэтому мы поговорим о необработанном дониме. Джинсы из необработанного донима не подвергались обработке, поэтому вначале они ощущаются как более жёсткие. У них равномерно насыщенный цвет. Этот стиль джинсов один из самых модных, поэтому если вы хотите сохранить их внешний вид, вам нужно правильно с ними обращаться. Первое. Не дайте красителю перейти на другие ткани. В темном необработанном дониме содержатся избытки красителя, которые легко переносятся на светлые ткани. Так что светлые футболки, мебель и обувь могут испачкаться из-за трения джинсы. Что тогда следует предпринять? Налейте в раковину или пластиковый таз холодную воду, затем добавьте туда один стакан дистиллированного белого уксуса и две столовые ложки соли. Уксус и соль закрепят краску и не дадут ей полинять и испачкать другие ткани. Выверните джинсы наизнанку и полностью погрузите их в воду. Оставьте их в замоченном виде в смеси уксуса не менее чем на час, затем прополощите их. Затем положите джинсы в стиральную машину и добавьте ещё один стакан уксуса. Важно стирать в холодной воде, потому что горячее приведёт к выцветанию ткани. После стирки выньте джинсы и повесьте их сушиться. Вы можете положить их в сушилку при низкой температуре, но всё же естественная сушка позволит лучше сохранить цвет ткани. Теперь можно не опасаться, что ткань полиняет и все предметы станут синими. Совет номер два – не стирайте чрезмерно часто. Итак, чтобы джинсы выглядели отлично, как часто их нужно стирать? Ответ – только когда они действительно грязные. Стиральная машина не щадит джинсы, поэтому если вы будете их стирать после каждой носки, цвет побледнеет, а материал станет ветхим. Некоторые люди впадают в крайность и говорят, что стирать такой доним нужно раз в полгода или год. Я думаю, что лучше найти и золотую середину, если только вы не сильно вспотели или не упали в грязную лужу. Ваши джинсы обычно выглядят чисто от пяти до семи носок, так что вам не нужно стирать их чаще. Полезный совет – между стирками вы можете воспользоваться влажной тканью для удаления пятен и грязи. Совет номер три – растяните джинсы. Некоторые джинсы содержат небольшой процент эластичного материала, так что их будет комфортно и удобно носить с первого дня покупки. Однако джинсовая ткань из стопроцентного хлопка будет поначалу довольно жесткой и неудобной при носке. Часто надевайте новую пару джинсов, чтобы волокна ткани растянулись. И это еще одна причина не стирать их слишком часто, потому что в процессе стирки и сушки волокна стягиваются, так что вам придется их растягивать снова. Чтобы джинсы быстро растянулись и обмялись по вашей фигуре, попробуйте поупражняться. Я не призываю вас носить их в спортзал, но попробуйте сделать несколько приседаний и выпадов, чтобы ткань растянулась. Несколько повторов и носить джинсы станет удобно и комфортно. Совет номер четыре – храните джинсы с умом. Так как вам нужно носить джинсы, не стирая их после каждой носки, дайте им возможность проветриться, чтобы не накапливались посторонние запахи. Поэтому повесьте их на дверь или на занавеску для душа на несколько часов, прежде чем класть их в шкаф или ящик. Кроме того, не стоит их хранить вместе со светлыми вещами. Если до ним будет теряться ваши чиносы цвета хаки, то вы просто напрашиваетесь на неприятности. Совет номер пять – подшейте или подверните штанины джинсов. Если у вас не самый стандартный размер, вероятно, джинсы будут для вас слишком длинными. Может, вам это не кажется проблемой, но носить их вот так – большая ошибка, потому что, если сзади остается слишком много ткани, они будут волочиться по полу и со временем изнашиваться. Так что низ джинсов будет выглядеть рваным через несколько недель или месяцев. Вам следует подшить джинсы, или подвернуть штанины. Любой портной может сделать это для вас всего за несколько долларов, или вы можете сделать это самостоятельно, либо вручную, или на швейной машинке. Существует много вариантов того, как подворачивать джинсы. Посмотрите это видео, господа. В нем я покажу вам пять уникальных способов подворачивать джинсы. Субтитры сделал DimaTorzok